ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Ремонт дороги Киров-Садаковский-Костина-Бахта-Русская затягивается. Там до сих пор не началась запланированная на конец августа укладка основного слоя асфальта. Рабочие жалуются на то, что им не хватает щебня и битума. Администрация города потребовала, чтобы утром 8 сентября подрядчик предоставил детальный план дальнейших действий. ТРАССА СТО ОДИН МВД опровергло ранее появившуюся информацию о том, что в скором времени в России будут введены автомобильные регистрационные знаки нового европейского образца с четырьмя буквами, четырьмя цифрами, надписью РУ с изображением государственного флага. Об этом, в частности, сообщала газета РУ. В полицейском ведомстве подчеркнули, что если данный вопрос и появится в повестке дня, то еще не скоро. ТРАССА СТО ОДИН Правительство страны внесет в Госдуму законопроект, обязывающий имеющих признаки алкогольного опьянения водителей сдавать на анализ кровь. Пьяным шофер будет признан при наличии в литре крови трех десятых граммов спирта. При этом проверка с использованием алкотестера останется. Там, напомню, предусмотрен порог в 16 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. ТРАССА СТО ОДИН Навязывание необязательных работ, плохая квалификация сотрудников, завышенная стоимость – это то, чего боятся российские водители перед обращением в автосервис, как официальный, так и неофициальный. В ходе опроса, проведенного ресурсом Автомейл, автолюбители пожаловались и на другие страхи, связанные с нахождением машины в автомастерской, подмена деталей, использование некачественных запчастей, порча кузова. Кроме того, каждый седьмой респондент очень переживает из-за того, что временно остался без колес. 8, 9 и 10 сентября российским автомобилистам следует воздержаться от поездок. Велик шанс попасть в аварию. С таким заявлением выступил один из сотрудников Пулковской обсерватории. Причина, по его словам, в сильнейшей вспышке на солнце. Она может явиться не только причиной недомогания, но и выхода из строя всевозможных электронных механизмов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.